В 2020 году заключительный этап Республиканской Олимпиады по учебным предметам проводился по обновленным правилам. Олимпиадные задания разрабатывались в Республиканском институте контроля знаний. В составе жюри не входили педагогические работники, которые готовили участников, и не только. Кроме этого, свои коррективы внесла эпид-обстановка. В заключительном этапе приняли участие только ученики 11-х классов. Могли принять только те дети, которые с 11-го класса победители третьего этапа и по разрешению санэпидемслужбы. У нас таких учащихся было 5, которым была предоставлена возможность поучаствовать в заключительном этапе, которые завоевали это право на областном этапе. Но по определенным причинам смог участвовать только один. Это учащихся в средней школе номер 4 по такому предмету, как физическая культура и здоровье. Подготовка к Республиканской Олимпиаде у Владислава началась заранее, за три месяца. Каждый день, в том числе и выходные дни. По несколько часов 11-классник проводил в школьном спортзале. Он сам поставил себе задачу и добился этой задачи. Мы только указали ему правильный путь, направление. Все остальное – это его целеустремленность, его усидчивость, его напористость, его желание. Владислав Хмельевский – спорт и не новичок. С первого класса занимается плаванием. В копилке у него немало спортивных наград, в том числе и международных. Из недавних – пронзан в спартакиаде союзного государства. Проверка теоретических знаний, общая физическая подготовка и спортивные подвижные игры – все это его ожидало на заключительном этапе Олимпиады. Несмотря на все трудности, Владислав показал отличный результат и завоевал диплом третьей степени. Самое тяжелое было – это волейбол. У меня не идут подачи, а самое легкое – это баскетбол и гонбол. Руками все же легче управлять, чем ногами. Не хватило до первого места – это чуть-чуть теории и ОФП. В играх я выложился по максимуму. Всего 233 участника стали победителями заключительного этапа Республиканской Олимпиады по 18 учебным предметам. Теперь всем им будут предоставлены льготы при зачислении в ВУЗы.